Курорты Абхазии из года в год притягивают все больше туристов. Едут сюда и в купальный, и в бархатный сезон, и, конечно, яркой и красочной весной. Наш субтропический край утопает в зелени, а такое теплое и чистое море еще нужно поискать. Благодаря Горному кольцу здесь не бывает сильных холодов, а погода в марте, апреле и мае балует путешественников почти летними температурами. Светлана Журова не первый раз в Абхазии. Знакомство с Солнечной Республикой произошло еще в 2000-х годах. Тогда спортсменка с семьей приехала в Гагру отдыхать, затем приезжала в Абхазию на молодежный форум на празднование Дня Независимости. Неожиданно для нее ЦИК России определил Светлану Журову представителем Абхазии на выборах депутатов в Государственную Думу. Правила раньше все иностранные государства, все страны почти полностью отдавали одному округу, это Калининграду. И то есть дополнительный был мандат на весь мир почти, по большому счету. И это было неправильно. Ну как может один человек, грубо говоря, курировать все страны мира? Он же даже не сможет в несколько приехать за созыв. И поэтому потом было планировано решение, что правильнее поделить их между депутатами. И как раз так будет удобнее всем. Вот так получилось, что в Абхазии четыре депутата-одномандатника, которые поделили все округа ровно между друг другом. Поэтому вот так сложилось, и я этому очень рада. И вхожу в нашу межпарламентскую комиссию, где я являюсь заместителем Петра Толстого. И все межпарламентские связи тоже курирую. Поэтому мне не безразлично, что происходит здесь. Мне не безразлично, как будет развиваться республика. Потому что здесь живет большое количество, в том числе граждан России. Светлана Журова. Российская конькобежка. Заслуженный мастер спорта России. Чемпионка мира и пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью. Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров. В 2007 году Журова получила мандат депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» и стала директором по связям со спортсменами заявочного комитета «Сочи-2014». С 2013 года Журова – депутат Государственной думы России, представитель в Совете Федерации от правительства Кировской области, член Высшего совета партии «Единая Россия». Была соавтором 75 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Когда я общалась с людьми, конечно, у меня не было сомнений, потому что у меня прекрасные районы – «Корчало», «Чемчир», «Часть Гадауди» и «ГАЛ». И вот я везде проехала, я везде была и понимала, что мне точно будет поддержка оказана. И это очень было приятно, потому что мы встречались с общественными организациями, и с руководителями районов, и с директорами школ. Ну, как-то вот, как всегда, бюджетной средой. И видела, что очень такое доброе, хорошее отношение. Но так как я, наверное, из моих коллег-депутатов не все, наверное, там готовы были ездить, не знали, может быть, что-то кого-то, то у меня вот как раз выстроили сразу очень хорошее отношение и с Асланом Георгиевичем, и с Сергеем Мироновичем. И вот мы как-то взаимодействуем уже давно, и поэтому все получается. Не менее двух раз в год Светлана Журова приезжает в Абхазию. Участвует в разных встречах о спорте и политике. Всегда хочется сразу совместить все, отмечает Светлана. Приезжая там в Сочи, например, сразу знаешь, что у тебя есть еще всегда Абхазия. И понятно, что, наверное, основное было – это фестиваль молодежи, в котором, кстати, абхазские ребята молодые тоже участвуют, больше ста человек, делегация. И там совершенно потрясающий форум. И я, побыв на нем как спикер, думаю, воодушевленная, приехала сюда, потому что здесь тоже будет скоро и готовиться молодежный форум, который в 12-го числа пройдет. И я общалась с молодежью здесь неоднократно. И причем, знаете, у меня было… Я помню, ой, такое потрясение, когда у нас встреча была на фоне моря. То есть у меня никогда в жизни не было, чтобы у меня стоял трибуна, и мы сидели молодые люди, а за спиной у меня прекрасное Черное море. Это вот такое, как бы, бэкстейдж даже никогда не придумаешь специально. И такое общение было замечательное с ребятами активными, молодыми. Поэтому тоже я быть 12-го не могу, у нас заседание Госдумы, но вот в преддверии его подготовки пообщаться с организаторами, оставить свои впечатления. Мне бы хотелось с ребятами тоже пообщаться. 17 марта в Абхазии будут проводиться выборы президента Российской Федерации. В голосовании могут принять участие граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории республики. Еще одна цель визита – понаблюдать за тем, как идет подготовка к выборам. Хочется посмотреть, как республика готовится, потому что знаю, что в прошлый раз было не так много избирательных участков, когда, например, избиралась Государственная Дума. А сейчас я знаю, что сделан серьезный анализ этой ситуации, чтобы людям было комфортно. Поэтому тоже хотелось бы, наверное, предметно уже тоже познакомиться, посмотреть, как идет подготовка, потому что обеспечить право граждан России с российскими паспортами отдать свой голос за президента Российской Федерации. Но это очень важно. Абхазия – молодое, динамично развивающееся государство. По мнению Светланы Журовой, в республике следует улучшать инфраструктуру. Я когда приезжаю, смотрю, сначала вроде все отели, один стоит, второй недостраивается. Потом приезжаешь, раз, уже все функционирует, работает. Думаешь, о, пошло. Но это, наверное, нормально, потому что выстраиваются долго какие-то связи, особенно в бизнесе. И здесь есть изменения какие-то, возможно, законодательные. Здесь тоже важная работа от парламентов. Все-таки Абхазия – территория гостеприимства, туризма. Это ваше золото, это ваша нефть, газ. Их здесь нет, но зато здесь есть потрясающий воздух, море, туризм, люди. Светлана Журова отметила, что прорабатываются возможности развития социальной инфраструктуры. Однако, по ее словам, уже сейчас заметны улучшения, к примеру, в сфере здравоохранения. Прямо прошла, как обычный человек, пошла делать УЗИ, прошла по врачам. И знаю, что очень многие потом медсестры даже говорили, у нас очень большие изменения, у нас хорошо, у нас, посмотрите, есть оборудование. И правда, да, я понимаю, что какое-то время назад это все было по-другому, но хочется еще больше, чтобы не надо было ездить в то же Сочи, например, за какими-то медицинскими услугами, но если только это не высокотехнические какие-то операции, а вот обычные услуги, чтобы гражданам оказываться. Вот это вот такая вот задача предметная, житийская. Я считаю, что мы можем говорить про изменение законов или еще что-то, но в любом случае все будет упираться в то, что сделает жизнь людей лучше. Затрагивая российско-абхазские взаимоотношения, Светлана Сергеевна отметила, что дружба между двумя народами очень глубинная, и ни одно из западных государств не сможет этому навредить, как бы им этого не хотелось. В этом году мы отмечали 80 лет полного снятия блокады, и знаете, как было приятно, что посол Абхазии возлагает венок, я его вижу, он идет к монументу, и вот даже в эти моменты, когда мы друг друга... Я почему это говорю? Потому что это ведь вопрос, когда кому-то тяжело, мы всегда оказываемся рядом. По-другому не сможем никогда, я уверена в этом. Пусть кто-то там пытается каким-то образом это взбудоражить, изменить, может быть, какой-то раздор между нами, внедрить, но я уверена, у западных стран это не получится, и поэтому даже вот молодежный форум, который и сейчас проходит в Сочи, и который будет, соответственно, здесь лишний раз говорит о том, что молодежь тоже очень пророссийски настроена, и она вряд ли хочет идти в каком-то другом направлении, поэтому всем не хочется тех ценностей, которые пытаются внедрить в мире, но свои ценности, и они нас тоже объединяют, потому что у нас единое понимание, как это должно быть, и это по-другому не будет. Даже, к сожалению, соседняя Грузия и то поддалась на какие-то провокации Запада, и эти ценности начинают пытаться пересматривать, хотя у них не очень это получается тоже, потому что народ все-таки живет своими корнями, он живет традициями, он живет памятью предков, и вот это то, что нам свойственно, нашим народам, мы это никогда не будем забывать, мы будем уважать старших, мы будем помогать нуждающимся, как Абхазия помогает на СВО сейчас. Слушайте, они там воюют, как львы. Это одни из самых лучших вообще бойцов на СВО. Потому что это свойственно народу защищать слабого и быть там, когда нужна помощь. Поэтому огромное спасибо Абхазии за то, что сейчас вот такую миссию выполняет, тоже вместе с Россией. До выборов президента Российской Федерации осталось 10 дней. Для получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт гражданина России внутренней или заграничной. Избирательные участки будут открыты во всех районах Абхазии с 8 утра до 8 вечера. Подробная информация о зарегистрированных кандидатах на должность президента доступна на сайте ЦИК России.